Дедушке уже более двух с половиной тысяч лет, поэтому сколько точно лет Седовласому старцу не знает даже он сам. Вообще, эту дату, 18 ноября, выбрали сами дети. А на родине именинника Великому Устюге в этот день наступают морозы. Вот дедушка и приехал в Нижний поделиться зимним настроением и получить поздравления от местной детворы. Все вместе! С Новым Годом! С Днём Рождения! Крикнем! С Днём Рождения, Дедушка Мороз! А на чём вы сюда приехали к нам в Нижний Новгород? Ой, и на оленях, и на лошадях, и на поезде тоже было. Сейчас дедушка тоже современный. Спасибо ребятке за ваши письма. Ну не только ребятке писали, и маме тоже писали, и поздравляли с папами. Спасибо вам за письма, за добрые слова, которые вы мне писали, и за поздравления с Днём Рождения. Спасибо. Вообще, дедушка приехал не только, чтобы получить детские поздравления. У него настоящая всероссийская командировка. В ходе которой он лично убеждается в готовности каждого города ко встрече Нового Года. Вот волшебнику уже ждёт праздничный экипаж, на котором он через улицу Рождественскую поедет в свою резиденцию. Долго не думая, прыгаем в чудесников сани. И лично поздравляем именинника. Расскажите, пожалуйста, что будет вот в этом Новом Году? Что вы, какой нам праздник на этот Новый Год устроите? Всегда хочется в Новом Году, чтобы было лучше, чем в старом. Всегда хочется. У нас будет хорошая сказка в Зачатевской башне. И для детей, и для взрослых она понравится. Интерактивная сказка, в которой можно и поучаствовать, и повеселиться, и получить удовольствие, и, конечно же, подарки. А что будет в Новом Году? Загадывать всегда сложно. Конечно, будут какие-то что-то перипетии, но я думаю, что год будет намного лучше. Хотя он будет сложный год. Будет год високосный у нас наступает. Самое главное, чтобы люди берегли свое здоровье, своих близких, держали любовь с сердцем. Дедушка Мороз, и давайте по традиции, подержусь за посох, загадаю желание. Загадал. С днем рождения! С днем рождения! А вот мы и приехали в Нижегородскую резиденцию. По традиции, Деда Мороза встречает его внучка. Снегурочка. Дедушка начинает проверять работу мастеров. Все почти готово. Мы успели только привезти его в волшебный трон из устюга. Скорее всего, Дедушка обогнал его, потому что добирался до Нижнего на поезде. Резиденцию как раз оформляет Павел Лохов. Это сейчас он художник, а в преддверии праздника превратится в настоящего волшебника. И будет помогать Деду Морозу. У нас в помещении некая такая выставка. Все-таки мы музейные работники. Есть книга сказок, есть часы. А есть три костюма Деда Мороза. Он не постоянно в одном. То есть, например, на север страны он едет, летит в одном костюме. На юге страны в другом. Вот сейчас средние полосы костюмчик. Мы оформляем, делаю я непосредственно антураж. Для нее, чтобы он не просто висел на белом покрывале. А чтобы были еще такие узоры. Серебряные, синие, золотые, красные. Ну, чтобы очень было это по новогоднему и в то же время в контексте. Ну, вот мы и поздравили Дедушку Мороза с днем рождения. И посмотрели, как идет подготовка в его нижегородской резиденции. А всех детей приглашаем сюда, в Зачатевскую башню, 17 декабря. Посмотрите на настоящего Деда Мороза. С вами были Олег Лавров и Сергей Пермовский. Объективно. ННТВ. СНСТУПАЙШИМ.